Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами работаю я, Ирина Чекунова, а сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Александр Сергеевич Пширатский, скульптор, член Союза художников России. Александр Сергеевич, здравствуйте. Юрий Алексеевич Желамский, член Тверского оргкомитета «Союз комсомольских поколений». Юрий Алексеевич, добрый день. Александр Иванович Комиссаров, председатель Союза ветеранов ВМФ Тверской области. Александр Иванович, рада приветствовать вас. И Владимир Владимирович Воробьев, сопредседатель Тверского оргкомитета «Союз комсомольских поколений». Владимир Владимирович, здравствуйте. Сегодня вы в этой постате, хотя можно через запятую продолжать дальше ваши регалии и каким комитетом вы еще относитесь. Уважаемые друзья, я сегодня поздравляю вас с праздников. Сегодня мы отмечаем День воинской славы. 78 лет назад произошел разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. И вот мы сегодня приоткроем еще некоторые стороны нашей легендарной российской истории, поговорим об этом и о многом другом. Уважаемые друзья, я надеюсь, вам будет интересно. Напоминаю, телефон 300-190. Давайте звоните, задавайте свои вопросы. А начнем мы, наверное, с «Атаки века». Именно так, под таким названием, да, Александр Иванович, вошла в историю. Атака на круизный лайнер Вильгельм Густлов, немецкий лайнер, да, 45-й год, если не ошибаюсь. 30-го января 45-го года. Да, а Александр Маринеско стал рекордсмером средств советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника в годы Великой Отечественной войны. Каким же образом вот эта «Атака века» к нашему Тверскому региону-то сайт несена, скажем так? Ну, сначала я хотел немножко рассказать про Маринеско и «Атака века». Вот в таком плане, в 13-м году было 100-летие со дня рождения. Вот. Владимир Бойко написал книгу как раз про него. Вот. И получилось так, что, значит, вот 30-го января 45-го года он вышел, этот Вильгельм Густлов, из Гдыни, порт немецкий в Польше. Вот. И подводная лодка Александра Маринеско, капитан 3-го ранга Балтийского флота, патрулировала этот район. Вот. И засекли, и тремя, ну, после небольшого преследования, тремя торпедами, значит, Александр Иванович Маринеско утопил этот самый круизный лайнер. Я читала, что было очень тяжело это сделать, был сильный шторм на море, да? Да. И вообще не попадала, вообще сложность в подтоплении подойти близко невозможно было. Ну, было темно, вот. И он прижимался к берегу, как ему было рекомендовано, к этому лайнеру. Вообще, вот много задают вопросов, что там было много беженцев. Да, я читала, там же огромное количество людей было. Да. Ну, около 10 тысяч человек. Они были набиты, как вот в 41-м году при эвакуации наши санитарные транспорты набивали, чтобы люди только стояли плечом к плечу, так сказать, на палубе. Там было то же самое. Когда немцы уже эвакуировались, Красная Армия подходила. Это 45-й год, напомним. В этот год, до 30-го января, осталось до победы буквально немного, наша Красная Армия уже освободила Польшу и подходила к границам Германии. Вот, и, соответственно, из Гдыни, значит, около 900 курсантов, подготовленных подводников, там была школа... На корабле на этом. Да, да. Вот, посчитали, что приблизительно, значит, около 80 экипажей подводных лодок. Готовые подводные лодки, построенные 21-23-го проекта, стояли в городе Киль и в Гамбурге. И ждали, и ждали вот это, и ждали вот кто их пополнит, да? Да, да. Если бы он дошел, вот, премьер-министр Великобритании, честно, говорит, если бы они дошли к пункту назначения, это было бы 80 подводных лодок, которые сделают блокаду всей Великобритании. Вот, он говорит, надо поставить золотой памятник капитану, он еще не знал, что это Маринеско. Вот, когда ему доложили. Вот, а сам лайнер, он спущен в 38-м году, Гитлер присутствовал при этом, говорят, там была личная его каюта. Вот, но в 40-м году ее, в общем, все переборки переборудовали под плавучего казана вот этих подводников как раз. Он стоял лайнер в бухте, в Гдыне, я там был два раза, вот, и там есть военно-морская школа, откуда там вот шло обучение этих, вот, на новой подводной лодке, как раз, которую сделали вот 21-23 серии. Вот, но там были еще вспомогательная женская команда, 300 там с лишним человек, вот, там был батальон СС немецкий, были чиновники крупного плана немецкие, вот, и экипаж, буквально там 162 человека. То есть, это необходимо было, вот, 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 вот это вот для нашей победы и для победы над фашизмом? Да, то есть, вот Александр Иванович Маринеско как бы большой вклад в приближение победы сделал. Вот, то, что он еще утопил танкистов перед этим, а, ну, после, это, значит, в феврале месяце, вот, он утопил генерала. Значит, значит, тоже крейсер, и там были, значит, больше, чем полторы тысячи танкистов подготовленных. Они тоже... Я поняла. Александр Иванович, ну, давайте мы все-таки к нашей, к нашей Тверской земле. А, так вот. Ради чего, что называется, начали разговор? Я хотел как раз сказать, что вот мой военно-морской союз в прошлом году нашел интересную, как сказать, информацию. Вот, то, что подводная лодка С-4 имела тот же самый район патрулирования, тот же, что и Маринеско. Вот, но они в 44-м году вышли из базы, вот, и патрулировали как раз вот район Порта-Гдыня. Вот, и получается так, что 6-го января в тумане эту подводную лодку разрезал пополам миноносец немецкий. Вот, ну, как вот сейчас вот любят говорить, а вот если бы не разрезал, то получается так, что капитан-лейтенант Клюшкин, командир подводной лодки С-4, вот, утопил бы вот этот вот Гуслов вместо Маринеско. Потому что, как утонула лодка, сразу в этот же район пришел С-13 Маринеско туда. Угу. Но это наш земляк, да? Нет, а земляк была, значит, старшина группы торпедистов Кузьмов Петр Иванович. Вот, у него есть, как сказать, односельчане в деревне Жорновка Калининского района. Вот, вот поставили такой памятник. Давайте мы покажем, вот так вот развернем фотографию. Да, вот, Стелла, здесь вот все, кто не пришел с войны, односельчане села Жорновка Калининского района. И здесь есть два Кузьмовых, Василий Иванович и Петр Иванович. Василий Иванович погиб под Жевом, а Кузьмов Петр Иванович вот в подводной лодке С-4 в Гданской бухте. Уважаемые друзья, у нас уже перерыв на небольшую рекламу, не переключайтесь. 300-190 звоните в студию, задавайте свои вопросы. Буквально через пару минут мы вернемся в студию. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программы «Тема дня». Говорили до ухода на рекламную паузу о еще одном имени, которое пришло к нам со времен Великой Отечественной войны. Петр Иванович Кузьмов, да, Александр Иванович. Где-то у нас подводников в Тверском регионе сколько, 164, да? Или уже меняется цифра? Уроженцы Верхнего уже. Ну, меняется цифра, потому что архивная работа идет, и как бы оно прибавляется. И вот Петр Иванович стал плюс еще один. Плюс, да, ну где-то около 10 уже добавил. Пока вот так вот где-то в мемориале, вот в таком крупном, большом мемориале имя Кузьмова нигде не увековечено, да, Петра Ивановича? Ну, вот два мемориала. Один стоит в Жорновке, вот такое стелло, насельчание поставили своим, значит, землякам, кто не вернулся с войны, вот село Жорновка Калининского района. И там есть Кузьмур Петр Иванович. Вот. И есть в Сестрорецке, под Санкт-Петербургом большой мемориальный комплекс, где все подводные лодки Балтийского флота погибшие, их было очень много, со всеми экипажами обозначены. И там тоже есть Кузьмур Петр Иванович. А мы сегодня в нашей программе вот объединили сразу, казалось бы, необъединимые у нас и член Совета художников. И общественная организация ветеранов военно-морского флота, да, и союз комсомольских поколений. Каким образом, я знаю, что у нас в городе, возможно, я надеюсь, что скоро появится новый памятник, да, Александр Сергеевич, вы разрабатываете проект, да, вот вот сегодня у нас здесь эскиз в этой студии, да, памятника. Каким образом военно-морской флот, ветераны военно-морского флота к этому относятся? Ну, получается так, что вот активная работа моего военно-морского союза, вот прошлый год я 52 мероприятия провел, хотя ковидный год, високосный, как бы это самое. Вот, и получается так, что и закладной камень, вот этот комсомол 100, тоже мой военно-морской союз в результате, и согласовывал там 12 заседаний в комитете Тверской городской думы. И в том числе вот поставили закладной камень, и там есть капсула с посланием в 2068 год. 2068 год? Да. Это как раз, это день рождения комсомола на 1918-й. Да. Владимир Владимирович, как пришла эта идея, вот как раз у нас есть комитет, союз, оргкомитет союзкомсомольских поколений. Это пришла идея, когда вы готовились к столетию, да, с день рождения комсомола, создания памятника? Да, идея родилась еще давно, но это стена продумывалась, прорабатывалась, и вот накануне 100-летия комсомола действительно мы вышли с такой инициативой проработать этот вопрос и попросить наших скульпторов разработать проекты таких памятников. Почему мы остановились на такой идее? Потому что, ну, я хотел бы несколько слов сказать о комсомоле. Комсомол – это общественная политическая организация, которая внесла громаднейший вклад в развитие нашей страны. Я хотел бы подчеркнуть то, что эта организация общественно-политическая, многомиллионная организация, которая за все время своего существования не взяла из бюджета государства ни одной копейки. Она зарабатывала все деньги на все свои мероприятия сама. А что она сделала? Ну, я только одно перечисление. Стройки, великие стройки, Днепрогэс, Бам, Уренгой, в нашей области, Конаковская Гресс, это ударная комсомольская стройка, значит, Калининская атомная станция. Это все участвовали наши комсомольцы, это были ударные комсомольские стройки. А Великая Отечественная война. 70 тысяч ушло, это практически абсолютное большинство, на фронт ушло комсомольцев нашей областной комсомольской организации. 167 человек комсомольцев, молодых ребят удостоены звания Героя Советского Союза. В Советском Союзе это вторая после Татарии цифра, где такое количество героев Советского Союза. И вот вы знаете, вот этим людям, которые столько сделали для страны и столько, так сказать, свершили, мы должны оставить и память, и самое главное, даже не столько память, сколько нам хотелось бы передать молодому поколению те формы и методы работы, с которыми работал комсомол. Несколько слов хотелось бы связать с сегодняшним днем. Посмотрите, что сейчас творится на улицах. Да? Массовые беспорядки, наркомания, ренье, да, в колониях, когда молодежь собирает деньги осужденным. Почему это? Потому что нет системной работы с молодежью. Те формы работы, которые использовал комсомол в свое время, студенческие строительные отряды, Тимуровское движение, значит, ну и так далее, и так далее, очень много, много форм работы. Сейчас используется, но они используются точечно, то есть они не носят массовый характер. А комсомол делал это по всей стране и практически со всей молодежью. И тогда, если бы у нас сегодня была общественная политическая организация в стране, подобная комсомолу, я не говорю, что нужно комсомолу возрождать, потому что время другое. Время другое, да. Время другое. Но сегодня комсомол бы мог использовать соцсети, те, которые используются во вред молодежи. Комсомол бы мог сегодня использовать молодежь в тех же массовых мероприятиях, но совершенно с другой направленностью. Ну а то, что молодежь, это необходимо, вот за этим круглым столом мы собирались очень много, поверяемая молодежь, ее на армия приходила. А сколько у нас волонтеров, ребятам это интересно, ребятам надо чем-то занимать. И мне вообще очень как-то вот, знаете, между нами дико слушается, вот Владимир Владимирович рассказывает, чтобы вот я не думала, что я доживу до того времени, когда будут вот так вот рассказывать, что же такое комсомол. Казалось, что это настолько органично и настолько естественно, и то, что мы выезжаем в стройотряды, и то, что мы делаем и помогаем нашей стране, это само собой, разумеется, оказывается не так. Вот поэтому мы хотели, чтобы тот памятник хотя бы у умных людей, у молодежи, заставил бы задуматься, почему поставлен памятник, о чем он. Потому что сегодня даже, я уж не говорю там о Ленине, не знаю, кто такой Ленин был. Молодежь, 18-летние, не могут ответить, кто такой Ленин был. Бог с ним. Не могут ответить, что такая Зоя Космодемьянская была. Или отвечают так, что опять же таки, то же самое, начитавшись каких-то там статей, которые направлены, наверное, на подрыв нашего государства, скажем так. Они говорят, что все это было, наверное, во вред и нашему народу, и вообще во вред стране. Если можно, я добавлю. Да, конечно, конечно. Владимир Владимирович сказал, памятник – это память. Без памяти, без истории невозможно построить будущее. А молодежь – это строители будущего, будущего государства, будущего страны, будущего самого себя. Поэтому и идея у нас какая родилась, значит, по поводу памятника, о том, чтобы комсомол вспомнили, комсомол знали, и кому-то захочется узнать глубже историю, когда он посмотрит на этот памятник. Основные вихи. Давайте, вот скажем, наверное, Александр Сергеевич, расскажите. Вот вы как вообще за эту, за саму идею? Насколько она вам близка? Ну, если тут размышлять, я много имею информации, самый интересный. Если глубоко копать, то, о чем еще говорил в свое время Солженицын, сейчас идет тайная война за наши сибирские ресурсы. То есть восточные цивилизации, ну, Китай, Япония, они не агрессивны. Но у них стратегия другая. Они выжидают, как по пути, чтобы даосизм привел по своему пути к тому, чтобы численность населения в Сибири, и особенно на севере, где идет вот труба газпромовская и все ресурсы сибирские, сократить до 50 миллионов человек. Тогда, значит, без всякой войны восточные цивилизации начнут распоряжаться нашими ресурсами по договоренности. Значит, молодежь... Ну, уже в аренду, я знаю, что берут даже участки тайги, вот мы ходим в походы, я мимо знаю, говорили и местные жители, уже в аренду часть земли вот таежной взята. Да, там... Вся история говорит о том, что Россию хотят захватить именно те места. На сегодняшний день ведь, что мне, например, нравится, значит, два больших проекта государственных, Владимир Владимирович Путин, значит, строит на Востоке. Ну, и вот то, о чем вы говорите, китайцы хотят захватить, значит, и потихонечку наши тоже им сопротивляются. Хотя очень сложно, не будем говорить о политике, значит, хотя очень сложно все это на сегодняшний день. Но, тем не менее, продолжим про памятник. А памятник, он в масштабе, в нашем масштабе, масштабе Твери, имеет достойное значение, поскольку он дает, как бы, ориентир стержень, нравственное и духовное стержень. Не случайно в концепцию этого памятника, вот я заложил такой кристалл... Вот я думаю, что, может быть, мы вот так вот покажем небольшое то, что у нас... Это, опять же, такие эскизы, вот это последний вариант, да? Да, вид спереди и вид сзади. Концепция примерно такая. Кристалл, призма, вот такая двойная, с треем на зрителя. Это нравственный духовный стержень комсомола. Это ассоциативный ряд такой, штык, духовный стержень нравственный. Вот, и он в виде сверху, это остроугольная композиция, которая сориентирована примерно на сквер, на площади Конституции. Ага, камень, давайте, да, мы нашим землякам скажем, это площадь Конституции, да? Да, да, да. Где заложен уже камень? По согласованию с администрацией города, определено место, где заложен в честь 100-летия комсомола, заложен закладной камень, где мы планируем создать памятник. Вот в этом... Створ. Створ, двух улиц, уже палец Паши Савельевой, комсомолки, кстати, и Луначарского. Вот в этом треугольнике нам определено место, где можно поставить этот памятник. Да, определено. Материал, Александр Сергеевич, какой материал вообще, вы предполагаете, будет? Материал, сама центральная, центр композиции, вот этот центр, это бронза, высокий рельеф, но не горельеф, но очень высокий рельеф, значит, вот этих парней и девушке. И коллаж, шрифтовая композиция, одну секунду, шрифтовая композиция в хронологической последовательности с 18-го года, гражданская война, Днепрогресс, магнитка, Великая Отечественная война, Котэк, Бамуралмаш, Гуренгой. То есть, это вся история комсомола и его героичных рельефов? Основные рельефы. Короткий, короткий перечень их побед и их заслуг, потому что в этом списке более 20, даже более 25 значительных, грандиозных совершений. Сколько у нас комсомол просуществовал, Владимир Владимирович, если упоминать? С 18-го по 91-й год. По 91-й год, это же сколько, это же каждый год, это не хватило бы ни на какой памятник. Либо надо было мелко-мелко, да, это все вот в гранит, все достижения, да? Да, в очень многих городах стоят памятники в честь 100-летия комсомола, в очень многих городах. В Ярославле в честь 100-летия создали памятник, да, поставили. У нас... На средство, кстати, одного из спонсоров, бизнесменов. То есть, вот мы сегодня будем обращаться тоже. У нас сейчас называется, что камнем преткновения, скажем, для появления этого памятника. Это прежде всего деньги? Денежные средства, да. Денежные средства. Дорого вообще вот городу, мы не будем говорить городу, обходится такое удовольствие вот как памятник? Мы планируем вот со скульптором, что это будет примерно где-то около 2 миллионов рублей. Около 2 миллионов? Да. Ну, не так... Это не дорого. Это не дорого. Ну, уважаемые друзья, ну, 2 миллиона рублей, средняя маленькая, небольшая квартира, да. А здесь на всю жизнь... Некоторые получают заработную плату в день такую. Да? Вот именно. Неужели есть такие люди? А будем обращаться, наверное, в первую очередь к ним, тем, кто был комсомольцем, уважаемые друзья, о своей молодости, да, в дань своей молодости оставьте след. Так, у нас высота памятника, Александр Сергеевич, вот я не... Примерно 5-300. Ага, чуть больше 5 метров. Да, чуть больше. Ну, вот, покажите. 5 метров 30 сантиметров. Ориентир. Масштаб. Вот человек, да? Вот рост человека. Вот средний рост человека. Красиво. Сам обелиск, сам штык, вот этот обелиск, он из черного металла, выкрашен примерно вот в такой... А, вот, вот уже. Такой вот цвет. Ага, уже вот такой вот, на этом эскизе. Но здесь еще ордена есть. Но это другой эскиз, в данном случае... А хотелось бы. Чтобы избежать лишней плакатности и громоздкости, громоздкости, официозности. Вот пришлось, есть предложение отказаться от орденов, заменив это текстом комсомола, это трудные пути, что геройски пройдены. Хотя, вот на мой взгляд, вот с орденами-то как-то поинтереснее было бы. Но официозность это с одной стороны, если опять же таки будут деньги. Варианты еще не окончательный, поэтому... Не окончательный, надо делать макет. То есть, на обороте, скажите, Александр Сергеевич, что у нас там написан... Комсомольцам Верхневолжья, и снизу добавлено, они были первыми. А, это уже оборотная сторона, что нет? Это конкретизация, что комсомольцы Верхневолжья. Да, 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 да. Примерно так, конечно. Комсомольцам Верхневолжья. Они были первыми. Хотя, конечно... Ну, действительно, столько было среди комсомола людей, которые вошли в историю не только как комсомольцы Твери, Тверской области. Возьмите одну Валентину Ивановну Гаганову. На всю страну приняло. На всю страну, да. Комсомольский починок, в переходе из передовой бригады ткачих в отстающую. Ведь во всей стране началось движение, выросло производительность труда на фабриках. И это было движение такое, за которое она получила звание Героя Социалистического Труда. Я вас перебью. Вот мы говорили с Александром Ивановичем, но военно-морской флот, ведь это тоже молодое поколение. Ведь они кто состоял из комсомольцев, ребята, которые шли... Конечно, ну, комсомол же был шефом военно-морского флота. Да, официально. Это по призыву комсомола. Да, по призыву комсомола. Туда направлялись комсомолом. Почему в нашей области сухопутной столько подводников, значит, Героев подводников? Да, когда задавали вопрос, да, зачем нам памятник подводников? Да потому что комсомол организовывал вот это движение, и шли подводники в военно-морской флот, в авиацию шли. У нас Героев Советского Союза, летчиков сколько? Не в обиду морякам будет сказано. Да, и пусть нету моря, о чем это говорит. А в Лихославле у нас, значит, брат и сестра, Герои Советского Союза, летчики Севастьяновы. Ну вот. Так что история, конечно, комсомола это... Поэтому нам хотелось бы, конечно, чтобы молодежь пришла и помогла нам, во-первых, это сделать. Сегодня много вот таких вот начинаний, да? Это и волонтеры, это и юнармия. У нас много всего, но каждый как бы сам по себе, да? Совершенно верно. Вот что бы, может быть, строительство этого памятника объединило бы? Но это тоже одна из вех. Совершенно верно. Почему? Потому что нам хотелось бы не столько поставить памятник, сколько, как уже Игорь Алексеевич сказал, память сама по себе важна. Но чтобы люди, молодежь заинтересовалась теми формами работы, которые использовал комсомол. Я вспоминаю, когда мы приглашали Мартынова, Дементьева, проводили прекрасные песенные конкурсы в цирке, да? Если вы знаете, кто-то... Это 70-е годы. Проводились походы по местам боевой славы. У нас в Бресте первая делегация была от Калининской, которую я возглавлял, тогда еще будучи директором школы. Понимаете, то есть очень много у комсомола было форм работы, которые сегодня можно использовать и направить энергию молодежи, которая бурлит у них, которая выплескивается на улице сегодня, вот в то нужное русло, которое мы хотели бы видеть молодежи. Поэтому... Да, я сразу говорю, да, да, продолжайте. Энергетика у молодежи такая, что ее нужно, в общем-то, направлять в какое-то русло. Она все равно куда-то пойдет. Она пойдет, конечно, безусловно. Найдет, найдет, да. Вот, давайте так, плохо говорят, когда вспоминают свои молодые годы, значит, но я вспомню. Вот на заводе электроаппаратуры я работал секретарем комсомольской организации, мне было 20 лет, мне 20 еще не было, вернее. Значит, у нас туристическая секция была, кто организатор, комсомол, естественно, мы по всему Советскому Союзу ездили, на Селигир, слеты туристические обком комсомола организовывал, правильно? Значит, Зорница, Орленок, это же все наши комсомольские дела. Золотая шайба, кожаный мяч. Пожалуйста, значит, вот эти песенные праздники, я помню, в 70-м году я в обкоме комсомола совсектором культурно-массовой работы работал, значит, там организовали вокальные инструментальные ансамбли, которые еще тогда только-только зарождались, еще что-то даже запрещалось. Мы сюда, вот, обком комсомола пригласили 10 областей, значит, и был 3 дня праздник комсомольской песни. Вокальные инструментальные ансамбли исполняли там. Помните, у нас был вокальный инструментальный ансамбль «Конгресс», Теревердиев сказал, если бы у меня в Москве был такой ансамбль, я бы считал, что... Теревердиев приезжал, слышал, да? Да, он был представителем жюри. А, представителем жюри. Вот почему-то некоторые думают, ой, вот они опять за свой комсомол, все заформализуют опять. Ведь мы же говорим, это взять те зерна, которых было намного... Ира, было что-то заформализовано, было зарвизовано. Безусловно, без этого не было. Но основа-то... Основная задача выполнялась. Вот чем дело, да. И что теперь, вот, уважаемые друзья, вот у вас есть Организационный комитет СССР. Мирских поколений, несколько поколений, естественно, кто, даст Бог, долгого здоровья называть, уже в возрасте люди. Да. Вот сюда вот есть возможность как-то молодежь подсоединить или что? Думайте над этим. Мы думаем, мы хотим и сейчас собираемся, так сказать, встретиться и в университете, и в нашем, в одном и в другом университете, имеется в виду, в техническом и государственном университете. Встретиться нужно и обговорить все вопросы, формы, методы работы молодежи и наше участие, чтобы мы могли помочь, чем мы могли помочь нашим студентам в решении этих вопросов. Потому что сейчас, конечно, идет массовая атака на молодежь, но посмотрите, что у нас творится сейчас в прессе, в интервью, на телевидении. Тогда у нас были Катя Бурулева, значит, каменщик, штукатур, да, строитель, которая работала, делала, выполняла несколько смен, а сейчас Ольга Бузова, да? Вот и она. Смотрите, у нас было два лауреата премии Ленинского комсомола в области науки, в области, у нас здесь, в Тверской области, из них два молодых парня, премии Ленинского комсомола. Сегодня мы слышим об ученых, что-то, о молодых ученых. А ведь сколько работы делается, ведь это же все, это же ничего не забыто, ученые работают, открывают. Особенно в политехническом, в техническом университете, ведь столько много молодых ребят, которые с божьей искрой в душе, так сказать, и они что-то делают, это надо пропагандировать. Я думаю, что вот и мы через союз наших, союз комсомольских поколений, и с помощью радио, телевидения, прессы мы должны этим делом заниматься. Я хотел сказать, что вот очень жаль, что наша пресса, даже комсомольская пресса, мы называем комсомольская правда, московский комсомолит, ушли вот буквально на днях, ушли два великих государственных деятеля, Евгений Михайлович Тяжельников и Борис Николаевич Пастухов. И об этом ни строчки, нигде было так мимоходом. Это имена для комсомола. Это люди, которые такой вклад внесли, столько сделали, они умели показать работу, они умели организовать молодежь, и на их примере надо учиться. К сожалению, мы об этом сегодня не говорим, и это печально. Но мы стараемся, откровенно говоря, я про оргкомитет наш говорю. На сегодняшний день гостиница «Юность», она как бы наша, комсомольская считается, там сделана выставка истории комсомола с 18-го по настоящее время. Все это можно там увидеть, это в фотографиях подлинных, в холлах, этажей, 10 этажей, все они заняты. Более того, я так скромно скажу, что создал на основе этих фотографий, а их больше тысячи, я создал фильм от нашего оргкомитета, который можно 10 минут, каждый фильм, «История комсомольской организации» в видеофайлах. И эту историю мы на сегодняшний день можем показать кому угодно и в видео. И они на сайте наши выложены тоже. Кстати, у нас есть сайт «Комсомол 100 Тверь РФ». То есть можно, можно зайти. Вот мне хотелось бы, чтобы вот это все замечательно. Но как народу, молодому человеку нужен какой-то экшен, нужно движение. И вот это, да, кто придет, если их придут, учителя, ту же самую молодежь, посмотреть на эти выставки, да. А может быть, вот вокруг вот этот памятник, может быть, он каким-то образом сплотит. Может быть, сделать. Вот мы сейчас будем призывать народ, да, что называется, объединиться вокруг этого, Владимир Владимирович. Может быть, как-то привлечь тоже. Вот мы, я уже разговаривал с Валерием Ивановичем, с Валерием Львовичем Пленкиным. Он председатель ассоциации выпускников Тверского государственного университета. Он член нашего оргкомитета, бывший комсомольский работник. И мы сейчас через него тоже будем заниматься с молодежью вот этими вопросами для того, чтобы привлечь к организации этой работы по сбору денежных средств и участию в строительстве этого памятника. Что мы сейчас, значит, я так думаю, что если мы опубликуем, куда вообще возможно, да, перечислять деньги, здесь любой рубль важен. Любой рубль. Важно участие, как в Олимпиаде. Важно участие. Да, не важна победа, да, главной победой будет вот памятник, который будет у нас стать. Что дальше? Вот, Александр Сергеевич, допустим, мы собираем какую-то необходимую сумму. Что дальше? Будет изготовлен вами макет, да, который еще должен пройти согласование, да? Да, конечно. На градостроительном совете будет обсуждение, согласование. Он будет корректироваться в процессе работы. До самого последнего момента он будет корректироваться. То есть, даже утвержденный проект. А технология, это не столь интересно и важно, ну, если макет сделан, допустим, вот он утвержден, затем начинается просто изготовление. То есть, металлическая конструкция, внутри какой-то могучий каркас, потому что парусность у этой композиции достаточно значительная. Чтобы это дело не погнуло каким-то там ураганом, внутри мощный швелеванный каркас. Это черный металл, покрашенный, как я уже говорил, вот такой вот терракотовый цвет. И достаточно тяжелая, массивная вот эта вот бронзовая композиция, 2 на 2 метра практически. То есть, 4 квадратных метра, это вес приличный. Эта штука будет изготавливаться, я имею в виду вот эту призму стержень, она будет изготавливаться в Твери. Когда мы делали памятник воинам-интернационалистам, мы арендовали цех на Калинин-Маш-Детали, и там делали каркас из уголка. А когда делали смоленское захоронение, то мы делали на экскаваторном заводе в цехе. Вы автор, скажем, да, вы автор этих перечисленных валютников, чтобы наши зрители и радиослушатели знали. И чтобы изготовить эту конструкцию, опять же, придется арендовать какую-то площадь в каком-то цехе, пока еще неизвестно какую. Ну, это дело будущего, это такие приятные хлопоты, нам самое главное собрать нужную сумму. Строительный, удобно, очень удобно, рядом, во-первых. Во-вторых, он мощный, он действует, в отличие от, к сожалению, экскаваторного и Калинин-Маш-Деталей, которых больше нет. Там вот изготовить эту конструкцию по чертежам и при авторском наблюдении элементарно. Сколько они там за аренду запросят? Площадь достаточно метров 70-80 квадратных для изготовления вот только самой металлической конструкции. Что касается бронзового рельефа, я буду его лепить. Делаю, разумеется, каркас, вылеплю его в мастерской на стене. Там стену зашью какими-то плитами, вылеплю его в рельефе, в высоком рельефе. Потом снимается с него гипсовая форма. Эта гипсовая форма везется на литейный комбинат. Мы обычно возим в Смоленск. Там делается восковая модель и уже потом снимается песчаная модель, ХТС называется. И в нее заливается расплавленная бронза, после чего форма разбивается. Она одноразовая, как правило. Ну и обрабатывается. Пескоструй, патинирование, кислоты, там все это приводится. Вот уже у нас наши радиослушатели знают технологию изготовления цвета. Ирина, вот вы правильно сказали, что создание этого памятника, его изготовление и установка нам, оргкомитету, нужно организоваться и привлечь сюда каким-то образом молодежь. Вот это вот самое главное. Вот когда Александр Сергеевич сказал, назвал автором каких памятников он является, мы периодически собираемся около того же памятника интернационалистам, ведь он как магнит уже притягивает людей. Ведь сколько уже у нас народу, которые прошли эти локальные войны, да? Это уже целая армия, можно сказать. А комсомол, это же огромное количество людей. Да, как миллионы людей. Вот, вот он, пожалуйста, да. Памятник подводникам, так теперь свадьбу туда приезжают. Вот. Ваш памятник подводник. И вот мне, с другой стороны, вот кажется, уж коль в такой мы день святой собрались, день воинской славы, несправедливо, что до сих пор постоянно говорим об этом. Коль о памятниках речь пошла. Сколько раз мы за этим же круглым столом поднимали тему воздвижения памятника погибшим нашим красноармейцам, которые погибли от ран под Медным. Там есть мемориал польский, но нету, не увековечено ни одно практически имя красноармейца, которые погибли там, защищая Отечество. Кладбище в Медном комплексе мемориальном поделено. Там есть польское воинское захоронение и есть советское. Но на советском нет ни одного памятника, ни одного фамилии, ничего. Когда мы в шестом году по Союзу Советских Офицеров поставили табличку, что здесь лежат воины Красной Армии, погибшие за свободу Родины или в госпиталях. Там было семь госпиталей вокруг этого медного захоронения. И когда 16 ноября была конференция Российского военно-исторического общества, я тоже там выступил, мы были в Осташковском, рядом с Осташковским лагерем. Мы как раз рассказывали за этим же грузовым столом об итогах конференции. И вот по итогам определенное захоронение красноармейцев должен стоять памятник. Вот у нас задач много. Еще раз к кому обращаться. Давайте все-таки обратимся. Возможно, нас кто-то услышит. Итак, мы обращаемся как просто к жителям Твери, чья комсомольская юность пришлась на те годы. Именно юность пришлась на комсомол. Мы обращаемся к организациям, наверное, да? Наверное, здесь принимается любое пожертвование. Любое, да. Любое, конечно. В любой сумме. Мне хотелось бы сегодня обратиться и к комсомольским активистам тех лет, которые занимались организацией комсомольской работы прежде всего. К бывшим комсомольцам, которые ныне бизнесмены и имеют определенные средства, принять участие в сооружении этого памятника, в сборе средств, в сооружении этого памятника. Мы сегодня оставляем здесь реквизиты. Реквизиты, да. Он счет открыт в областном совете ветеранов. И есть для упрощения, для граждан, карточка открыта тоже, которая контролируется. А вот карта. Да, на банковскую карту тоже можно переводить денежные средства. Любые денежные средства. Я уже думаю даже о том, что, может быть, если мы, вот сейчас будет проводиться эта работа, фамилию каждого участника, который примет участие в пожертвовании на эти дела, мы создадим книгу, и наиболее, те, кто крупные взносы сделает, мы найдем возможность. А почему бы нет? Да, конечно, вполне. Мы найдем возможность этих людей обязательно отметить и увлековечить. С обратной стороны того же памятника можно сделать вполне. Да, 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 или просто даже книга, если вот сейчас, как вот по вехам, да, вы говорите, в юности в гостинице, идет жизнь, наша молодость в фотографиях, так и здесь можно и книгу, либо, да, в основании памятника. Конечно. Я думаю, что откликнется народ, тем более, а вы уже начали перечислять деньги? Да, да, перечисления есть, уже у нас немного более 100 тысяч есть. Уже начало положено, что называется, да? Да, начало положено. Кстати, если мы говорим о комитете союза комсомольских поколений, у нас председатель комитета Суслов, да? Нет, у нас два сопредседателя. Два сопредседателя. Вы? И Суслов. И Суслов, вы вдвоем, да? Это сопредседатели? Два сопредседателя. А, понятно, два человека. Ну и закончить, наверное, я Александру Сергеевичу хочу спросить. По-вашему, еще вот чем вот можно в силах и что необходимо городу, чтобы украсить для того, чтобы как-то вот эту память сохранить? Вот у нас будет, я надеюсь, памятник. Да, может быть. Сквер сделать там? Да, конечно, организовать пространство вокруг этого вот обелиска, это необходимо. Это нужно привлечь архитектора. Я уже привлек Игоря Баранова Васильевича, Игоря Васильевича. Вот, мой друг, поэтому мы с ним проще. Мы с ним делали смоленское захоронение, он как архитектор там все закомпоновал, все пространство. А я как скульптор. То есть там, чтобы люди с молодым собирались? Да. Как памятник Маяковского собирает вокруг себя сколько лет уже, да? То есть подсветку, сквер, скамейки, фонари, насаждение зеленое. То есть оживить площадь, оживить города. А вот здесь, да, возможно, откликнется администрация города, да? Да, мы надеемся. Мы надеемся. Вот реконструкция улицы Луначарского, как раз вот памятник. Вот там бы вот это вписалось, и как раз сквер это... А подсветка будет какая-то? Ну, должна быть, я надеюсь, да? Конечно, конечно. Ну, вот смотрите, уважаемые друзья, есть конкретное дело, вокруг которого могут объединиться несколько поколений, да? Да. Давайте я предлагаю еще раз собраться. Возможно, уже будет как-то вот это дело сдвинутое, пойдет дальше, что называется. И мы будем держать жителей нашей областной столицы в курсе, и вообще жителей всего региона. Спасибо вам огромное за участие в программе. Спасибо вам. Праздникам вас, и прежде всего крепкого здоровья. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое.